Всем здравствуйте! Урок окружающего мира. С вами проведем итоговую проверочную работу. Приготовьте лист от тетради. Вверху подпишите, напишите свою фамилию, имя, первый класс. Итак, приступим к выполнению итоговой проверочной работы по окружающему миру в первом классе. Первое задание. Посмотрите внимательно на рисунок, какое время года нарисовано на картинке и варианты ответов. Вам можно выбрать только один вариант. На листочке напишите первое задание цифра 1 и напишите словом, какое время года нарисовано на картинке. Следующее задание. Второй вопрос. Что относится к природе? Поставьте цифру 2 на листочке. Я вам сейчас буду показывать картинки, называть их, а вы будете записывать только то, что относится к природе. Стекло, бабочка, ножницы, стул, солнышко, камень. Следующее задание. Цифра 3. Как называется обильное опадание листьев осенью? Вам нужно выбрать один вариант ответа. Осыпание, гниение, листопад, исчезновение. Напишите цифру 3 и рядом слово. Как называется обильное опадание листьев осенью? Следующее задание. Четвертое. Какой орган помогает определить вкус пищи? Нос, кожа или язык? Напишите цифру 4 и рядом напишите название органа, который помогает определить вкус пищи. Следующее задание. Пятое. Что посетителям можно делать в зоопарке? Вам нужно выбрать ответы. Кормить зверей, шуметь, смотреть на зверей. Напишите цифру 5 и рядом напишите, что посетителям можно делать в зоопарке. Следующее задание. В какой группе относятся эти животные? Ёжик, белка, мышка, лось. Поставьте цифру 6 и напишите, в какой группе относятся эти животные. Это рыбы, птицы, млекопитающие или земноводные. Следующий вопрос. Седьмой. В какой группе относятся животные, у которых 6 конечностей? Пауки, насекомые, пресмыкающиеся, млекопитающие. Напишите цифру 7, а рядом напишите. В какой группе относятся животные, у которых 6 конечностей? Следующее задание. Что не надо делать перед сном? Восьмое. Бегать по комнате, чистить зубы, плотно ужинать. Напишите цифру 8, а рядом напишите, что не надо делать перед сном. Следующее задание. Какой знак обозначает наземный пешеходный переход? Этот или под буквой Б, или под буквой В, или под буквой Г. Напишите цифру 9 и рядом напишите ту букву, которая обозначает наземный пешеходный переход. Следующее задание. Каким цветом на карте обозначены водоемы? Зеленым, синим или коричневым? Напишите цифру 10 и рядом напишите, каким цветом на карте обозначены водоемы. Следующее задание. Продолжи предложение. Я живу в стране. И нужно написать, в какой стране вы живете. Ее столица, город. И написать столицу страны, в которой вы живете. Поставьте ролик на паузу, выполните это задание. Следующее задание. Напишите, как называется глава государства в России. Напишите цифру 12 и рядом напишите, как называется глава государства в России. Следующее задание. Нужно раскрасить флаг России. Нарисуйте прямоугольник. Разделите его на три равные части. И в соответствии с тем, какие цвета на флаге России, раскрасьте свой прямоугольник. Сверху подпишите, что это Россия. Желаю вам успехов в итоговой проверочной работе по окружающему миру. С вами вместо репетитора была Ирина Викторовна. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Делитесь этим роликом в социальных сетях и родительских группах. Всего вам самого доброго. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok